И я представляю с удовольствием Михаила Вайскопфа, который подготовил весь этот цикл литература веды, словиста и профессора русской литературы Иерусалимского университета. У нас сегодня предпоследняя лекция, так что, в общем, можно сказать, что мы за середину перевалили, к сожалению, уже передаю. Спасибо, я постараюсь говорить в этот прибор как можно более внятно, и, конечно, главное четко, что мне не всегда удается. Я напоминаю в очередной раз свою унижающую просьбу и поправку на эффект эффекции. Значит, ежели что-то будет не то, опять-таки, просьба меня перебивать совершенно бесцеремонно и обязать вернуться к предыдущей фразе, либо дополнить данную, чтобы она стала достаточно осязаемой, ощутимой. Итак, как справедливо сказал Саша, сегодня тема у нас весьма острая. Я бы назвал даже «Красный меч ВЧК». Острее уже ничего быть не может, но мы постепенно к ней подойдем. Мне придется, как раньше говорили, галопом по Европам, поскольку охват разнородных мотивов будет чечайно широким, а уложить в столь краткое время крайне трудно. Я не верю, что мне удастся совладать с этой почти невыполнимой задачей, и я дам некий беглый очерк темы в сущности своей огромной. Итак, мы переходим сегодня от февраля к октябрю. Этот переход не будет особенно радостным для нас. Я хочу напомнить об установке мартовской революции. Общий восторг. Никому монархии не жаль. Никто не жалеет о свержении царя. Это один из интереснейших парадоксов русской истории. Потом будут с тоской вспоминать государя, говорить о расстреле царской семьи. Но тогда, в апреле 17-го, даже монархисты в сущности очень легко отходят от него и готовы смириться с падением самодержавия в России. Совершенно безболезненно. Офицерство деморализовано, растеряно и никак не протестует. Хотя, в силу присяги, они связаны с своим долгом подношения к монархии. Февраль приносит, повторяю, всеобщий восторг. Уничтожены все сословные, этнические и религиозные ограничения. Они полностью сняты. Впервые в российской истории. Отчасти это произошло благодаря войне, которая исправила, размывала все эти грани. Это было де-факто происходило. Разрешен развод, в частности, которого в России практически было не получить. И даже ярый консерватор, вроде Василия Васильевича Розанова, наконец, наслаждается возможностью развестись с любимой подругой жизни. Он, например, был женат, опромечив на полинарии Суслова и любовнице Достоевского. Он хотел у нас следовать, вероятно, этот сексуальный трофей, но очень жалел своей запальчивости, потому что она оказалась редкостной, феноменальной стервой во вкусе ведра Михайловича. А Василий Васильевич не был столь плавенным любителем стервозности. И поэтому никак пытался не развестись. Она ни за что не давала ему развода. И только 17-й год, вообще говоря, ему и многим другим людям позволил избавиться от счастья законного брака. До этого было это невозможно. Итак, уничтожена, конечно, и гегемония православной церкви, которая воспринимается чущественно пестро в этих кругах. Церковь трактуется как абсолютно закостеневший институт в тот период. Она скомпрометировала себя сервильностью и приверженностью к режиму настолько, что многие священники уходят в оппозицию. Есть священники-революционеры вроде Петрова, есть просто провокаторы вроде Гапона. В данном случае церковь размывается этим напором и ощущением собственного анахронизма, устаревостей. Теперь, как ни странно, в церквах молятся за здравие Временного правительства. Во всех буквально. Восторг. Церковь впервые за 200 лет в России получила право избирать патриарха. Начиная с Петра Великого, хочу напомнить, в России не было патриарха, Петр запретил. Это самое, это избрание. Он известный историк, он вонзил кортик в стол перед группой иерархов, кто пришли к нему просить об избрании патриарха на царство. Он мне спокойно и сказал, вот, будет вам буватный патриарх. С тех пор в России не было патриархата. И только теперь, благодаря Временной революции, церковь избирает себе новую главу. Правда, изберут его уже, патриарха Тихона, уже после прихода к власти большевиков, что наилучшим образом скажется нове истории. Итак, вот это дух обновления, который захватывает все свои населения, все силы. Мало недовольных, по сути дела. Но, разумеется, начинают срабатывать и центробежные тенденции. Сепаратистские, украинские, кавказские и прочие, которые быстро вселяют тревогу в сердца консерваторов, людей, дорожащих целостностью империи, в том числе и кадетов, скажем, которые были переженцы единой неделимой. Этот процесс пойдет почти неудержимо и остановит его, как ни странно, только большевики, что принесет им определенную, в общем, парадоксальную популярность. Причина крушения февраля. В конечном итоге, абсолютная неготовность России к новому устрою. Россия была самой свободной и самой демократической страной в течение 8 месяцев. Это была страна, где в течение во время войны, в войну к своему, была отменена цензура полностью. Представьте себе, в Британии с ее либеральнейшими традициями цензура была, военно существовала. Действовали сожженные ограничения, в Россию отменили. Замитый приказ номер один разрушил членопочитание в армии, изданное благосоветом и прочее. То есть армия, в сущности, начинала распад армии, который начался задолго до февраля, ускорился теперь в силу этих процессов. Громадные деньги вливаются в пораженческую пропаганду, говоря немцам. Не надо таки забывать, что знаменитый апрельский приезд Ленина и своего группы в Москву был подготовлен немецким генштабом. И ни один серьезный историк Германии этого не отрицает. Более того, Людендорф, который организовал в немецком генштабе этот приезд и финансировал его, в общем, отзывался всегда о нем очень спокойно. Ну да, пришлось делать так вот. Было что-то полезное. В общем-то, никто, всерьез повторяю, кроме левых несколько тенденциозных опысков историков, не стоит под сомнение эту историю. Иначе непонятно, откуда у большевиков взялись громадные деньги на массовую печать в России. Вдруг не на партийные же взносы пролетарские. Они хвынули. И был этот приезд. И в итоге получили то, что имеем. На самом деле были связаны с этим странные какие-то ситуации праведческого толка. Одним из первых, кто обвинил большевиков в том, что являются агентами немецкого генерального штаба, был Андрей Геннадьевич Ивышинский, меньшевик тогда, который впоследствии стал генеральным прокурором СССР и благополучно добился, без особого труда, прямо скажем, смертной казни для всей ленинской компании. В общем, для Зиновьева, Камень и прочее, все ленинское окружение. И о нем тогда говорили, что это самый последовательный в мире юрист. В 17-м году он написал, первый, что большевики, агенты Германии, а через 20 лет доказал это. Может представить его ненависть и радость, когда он обвинял всю эту ленинскую кодбу, простите меня, в измене государственной. Я думаю, что Сталин с большим чувством юмора, свойственным, весьма специфическим, радовался по этому поводу, и веселился, что он именно Вышинского меньшевика назначил на этот интересный пост. Вот так развертываются странные ситуации. Повторяю, страна была, видимо, не готова к этому наплыву в демократии. Правительство было слабым, беспомощным, совершенно лишенным всякого государственного опыта. И население тоже. Шкловский вспоминает, армия не знала свободы слова. Полки рассматривали себя, как голосующую единицу. За противоречие били. Это не самая демократическая обстановка. Она не способствует формированию стабильной власти. Надо это признать. Большевистский переворот, по сути, станет военным переворотом. Это будет в Петрограде, где находятся тыловые батальоны. Батальон название весьма условное. Батальон, который рассчитывает по 20 с лишним тысяч человек. Включает состава равен полутора минимум дивизиям. Это люди, которые упорно не хотят воевать. Главная задача уйти от войны как можно дальше. Естественно, не поддерживают большевистский переворот внутри. На самом деле, военными переворотами окажутся и фашистский переворот Муссолини в 1922 году. Его устраивают прежде всего фронтовики. И нацистские, в сущности, весь заговор против немецкой демократии. Потому что СА, штурмовики, это все, как правило, фронтовики. И очень многие из них весьма заслуженные фронтовики. Разница в том, что в отличие от большевистских революционеров, это были не дезертиры. А в Москве, в Санкт-Петербурге, в Петрограде, простите меня, устроили все-таки дезертиры в первую очередь. И самые тыловые батальоны. Итак, немедленно устанавливается новый режим, который пытается вести социализм. Когда он сейчас рассказывает про военный коммунизм, и долгие годы рассказывает, что это был военный коммунизм, это лицемерие довольно казусного свойства. На самом деле, никто не называл тогдашний строй военным коммунизмом. Он начался до Гражданской войны, и только потом, ретрактивно, его присвоили в название военного коммунизма. Гражданская война была только мотивировкой для тех процессов, которые начались до того. Это был культ тотального, маниакального, всеобщего распределения и регулирования. Отчасти, в огромной степени, собственно говоря, он был инспирирован мировой войной. Именно война является важнейшим катализатором социализма. Не в силу пацифистских настроений. Они играли третестепенную роль для социализма. Потому что всюду этот пацифизм сменился агрессией и милитаризмом. Нет, очень быстро сменился. Другие факторы. Государственное планирование. Я уже упоминал в прошлый раз, что понятие продразверстки введено в Россию было еще в 16-м году. Что государство начинает планировать даже в России. В Германии постоянно, тотально. Развитие экономики. Плановая экономика – это продукт войны. Именно поэтому после войны везде и всюду побеждаются социалистические партии. Банглин, например. Либористы. Это мощнейший итог военного опыта. Кстати, то же самое будет после Второй мировой войны в Англии, когда Черчилль проиграет либористам. Война приучает к этому прообразу социализма. В России он принимает достаточно специфические формы. Кстати сказать, не везде так было. Не везде оно связано с войной, был социализм. Но в Скандинавии, который не участвовал в войне, картина была иная. Там уже есть такой фактор, как сильная королевская власть. То есть официально сильная. Официально, скажем, в Норвегии все государственное имущество принесет монарху. А вовсе не компания и прочее. Все остальные у него как бы находятся на содержании. Это сильно способствует развитию капитализма. Иногда бывает социализм, простите. Иногда бывает шанкурьезная ситуация. Шахский Иран при Запахе и Львиве в 50-е годы. Шах заводит колхозы у себя. Там есть звеневые, там есть бригадиры. И люди, как в Советском Союзе, бегут из колхозов и их возвращают. В общем, социалистический опыт учтен с большим размахом. Как бы то ни было, в России в силу специфики большевизма, эти социалистические тенденции, обязательного распределения, и прочее, принимают характер некого тотально принудительного идиотизма. Это поразительно. Шаховский пишет, удивительно, насколько государство глупее дельного человека. Скажем, отбирают у крестьян молоко. Для порядка, для статистического порядка. Отбирают у крестьян молоко. А везти его не в чем. Молоко выливают на землю. Другой пример. Находят, наконец, бочки. И туда вливают это самое молоко. Но бочки из-под селедки. Из-под сельди. Приходится снова вылить. Главное отобрать. Вот эта мания, все отобрать, распределить и отрегулировать восходящие к идеалу регулярного государства, то есть Петра Первого и предыдущих эпох, она роднит в значительной мере советский режим с Аркчивем, которого, как известно, вставали по барабану, шли на работу, как надо. Единственное отличие было в том, что при Аркчиве не голодали и не болели. Там заботились о больных, там кормили всех, но при этом крестьяне ненавидели российский строй люто. Но традиция определенная была. Скажем, такая вещь, как самовар. Извините, ладно, я уберу эту эквалидную тему. Возьмем уплотнение простое. Решили вводить социализм немедленно, и поэтому всюду вселяли рабочих в квартиры буржуазии. Это называлось уплотнением. Приезжает человек с петроградской стороны, приезжает сам откуда-то сбоку, незнакомый с этой жизнью, он ставит самовар на полу, разводит костер, как надо, и живет по челеточке. Ну, ему скучно становится, далеко до завода. И, в общем-то, идея уплотнения изменяется идеей коммунала. Коммунальная квартира – это прямой продукт большевистской идеологии. Это идея коммунальной квартиры, коммунальной жизни. То есть коммуны в основе своей не приживаются, однако, в Кремле только. Ибо там коммуналок нет. Там все живут отдельно, и, в общем-то, очень неплохо. Но была эта странная идея. Мания повального распределения в итоге приводит к тому, что отмечается повсеместный дефицит. Нет ничего в продаже. Это удивительно. Продажа вообще запрещена. Борется с спекуляцией. Вот заградотряды отбирают у крестьян, у всех мешочек, так называемых, все, что они везут домой, например. Смысл непонятен. Просто отобрать и пресечь торговлю. Все, что весит больше 20 фунтов, а вес определяется на вскидку, по мнению комиссара, по его настроению, по тому, как он, это сам, смел самогон, сколько выпить сегодня трофейного. И прочее отбирают и все. В итоге начинается голод настоящий. Начинается всеобщая нехватка всего. Как только большевистские войска выходят из какого-либо региона, из какого-либо места, там начинается сытость. Это один из парадоксов этого удивительного строя. Уход Красной Армии приводит к тому, что население начинает есть. Там разрешена частная торговля. То есть спекуляция, которую Ленин считает бичом всего. Это ужас настоящий. И он яростно против. Интересно, что в 41-м году немцы немедленно воят ту же систему и в Польше, и в СССР и прочее. Борьба с спекуляцией. Всюду заградут отряды, всюду отбирают лишние продукты и прочее начинается голод в этих местах. Смысл? Ничего, кроме социалистического идиотизма в немецких действиях, сдобренных расизмом, полоумным, ничего не занятий. Но итог тот же. Отбирают, нельзя торговать. Вы знаете, когда-то в Иерусалиме жил такой интересный человек, отец Севалут. Он был католический священник, получивший от папы римского право служить по православному обряду. Я его знал как-то. В 79-м он побывал в Ленинграде. Ему, он сам спит и был огородом, он французский гражданин, живет в Париже и прочее. Ему разрешили въехать туда, посетить. Он говорит, знаете, такое поразительное зрелище, такая ностальгия мрачная, меня прошиба. Это ужасно было похоже на Париж в период оккупации немецкой. Черный рынок, облавы, всюду полиция стоит, всюду проверяют. Это традиция, которая долго сохранялась. И вот, с ней боролись упорно и прочее, возникает новая категория, новая ситуация. Россия не перестала быть кастовым обществом. С первым на 8 месяцев февральской революции и светлого хаоса она вернулась к кастовому состоянию. Сменились касты. Но распределение идет строго по кастам, по кликам. Кому сколько продуктов. И, разумеется, ничего распределить при такой жесткой системе нельзя. Это паралитальное стремление все регулировать, все нормировать, приводит к тому, что возникает полнейший дефицит всего на свете. Вместо сахара едят сахарин, вместо конины считается деликатесом роскошным, едят комиссары и прочие. И та поет частушку, сидит Ленин на лбу, гложет конскую ногу, ах ты прунька гадина, советская говядина. Есть нечего. По-настоящему нечего есть, и нечего есть ради высокой идеологии. Везде и всюду, значит, вот эта странная ситуация дискриминации повальной целых классов и групп населения. Возникает впервые в новой истории ситуация расизма, только не биологического расизма, как в Германии, а социального расизма. Известна фраза большевая сам чекиста, очень крупного чекиста, о том, что вы не должны задаваться вопросом, виновен или нет подследственный. Ваше дело узнать, к какому классу он принадлежит. Напомню Маяковского, поздний был уже Сокинсон Дантес, великосветский Шкода. Мы б его, ну, уже мы, он не большевик, но он как-то охотно пристраивается к этому делу. Мы б его спросили, ваши кто родители, чем вы занимались до 17-го года, только бы этого Дантеса и видели. Кто бы не спрашивал, убил он там Пушкина или не убил. И за что брать. За класс. Это социальный расизм, который превосхищает очень многие формы немецкого расового расизма. До деталей. Ленин требует заставить буржуазей в одном месте чистить сортиры, в другом вывозить мусор, в третьем рыть окопы, гнать всех безжалостно на эти работы, заставлять строить. Главное, повыше черной работы и прочее. Это то же самое, что сделать в 1938 году во время Аншруса немцы северами в Вене. Причем, я не думаю, что эти штурмовики читали Ленина. Это просто родство душ. Это типология. Это общая стилистика поведения по отношению к группе населения, обреченной на дискриминацию и унижение в силу ее происхождения не индивидуальной вины. Индивидуальная вина не имеет никакого значения. Это новая реальность и новый строй. Вот это вот стремление странное везде и всюду проверить происхождение приводит к ужасным результатам сущности. Люди начинают отрекаться в массовом порядке от своих родителей. Мы знаем, на каком же он, скажем, Твардовский отрекся от своего отца-середника, от семьи. Маша Василевская, будущий, отрекся от своего отца-священника. И, случив множество, в газетах объявляют, я такой-то разрываю на себя связи со своими... В отличие от биологического расизма, при социальном расизме можно было откочевать в другой, более значимый класс, ну, посредством некоторых потерь. Были иногда ситуации по существу даже, как бы я бы сказал, трогательные. Был такой чекист Яковлев. У него отец был очень крупным деятелем Черносотиного союза русского народа. Манархист, черносотинец. Он заведовал губернским правлением. Яковлев поступил в большевистскую партию, вступил в ЧК на работу, но его не ценили, потому что он был чужого происхождения, и он должен был доказывать свою полезность. Тогда он открыл дело против собственного отца, провел следствие, приговорил его к расстрелу. Тут мнение следователя решало все. Самого личного не расстрелял, правда, допрашивал присутствия матери, и его расстреляли на следующий день, а мать покончила с собой. Так Яковлев стал делать некую карьеру, ну, до определенного времени, пока не сменили другие товарищи, не менее благонадежные. Это был стиль поведения, вот это всеобщее отречение. Регламентация, правда, не всегда удачная, доходит до абсолютного безумия. Был такой полоумный психолог, очень образованный человек, Арон Залкин, который решил регулировать полностью сексуальную жизнь пролетариата. Остальные классы его не волновали, естественно, они баждебны, и он издал, в частности, брошюр 12 половых заповедей пролетариата. Как пролетариату следует совокупляться, для пульти классового дела это особая тема, может показать в следующий раз ее, но это часто показывает богатство мыслей большевистской, которая старалась опять-таки все упорядочить и вывести в состояние хаоса, в состояние космоса и счастливого порядка такого. во всяком случае, во всяком случае, этот порыв, это, как говорили псевдоученые, пассионарность, она очень сильно воздействует и на будущее правоэкстремистское движение, например, на фашизм в Италии. Жалко сегодня здесь Масю Маврицову, он мог подтвердить или дополнить то, что я говорю, скажем, Муссолини. Для Муссолини Ленин был одним из любимейших мыслителей. Кстати, его любимый роман был Тихий Дон. Он Ленин знал, цитировал страницами, и когда фашисты пришли к власть, то первая полиция в Италии называлась ЧК политическая. Причем ЧК, насколько я понимаю, никак не переводится итальянский язык, нет такого слова, по-моему. Ну, просто звучит очень красиво. И он сохраняет это название, правда, надо заметить, что с точки зрения большевиков все это было курьезом. Это было даже не детским садом, какими-то яслями, то, что делал. Потому что вся эта касторка, избиение дубинками и прочие вещи для чекистов было, ну, с детскими играми, смехотворными. По сравнению с тем, что делалось в ЧК, что делали особые отделы и прочее, чёный, ну, это, ну, какой-то казус был. Был неприлично чекистов сказать. За ночь расстрелили больше, чем на всю историю Италии фашистской казнили. С 22 по 43 год, а с 22 по 25 в Италии не было смертной казни. За все эти годы в Италии было казнено 26 человек. Они были казнены по вине в терроре и в убийствах. И только в октябре 43-го года уже в Северной Республике Соло вводится смертная казнь. Это уже полоумная Итальянская Социальная Республика, Республика Соло, оккупированная немцами. И Муссолини говорит, в мире есть только два социалистические государства, это Советский Союз и Итальянская Социальная Республика. Вот тогда вводится сильный террор по мне, по советским масштабам понятный, приличный, но это поздний период. Даже нацистская Германия тоже подражает не только один вождь, одна партия, одна организация комсомольская, простите, имени Ленина, имени Гитлера. Очень многое берут в запас, но кроме того, подражание во всем идет. Скажем, Дахо называют немецкими словами. Это проще такое. Иногда конфузица этого скотства, и в 34-м году после чистки Рема Гиммлер говорит, мы никогда не унизимся до ужасов большевистского террора. Он потом значительно превзошел во время войны, но до войны, опять-таки, до войны этот дикий, омерзительный нацистский режим все же нельзя было сопоставлять с советским. Я хочу напомнить, что за все время нацистского режима до Аенного с 30 января 1933 года по 31 августа 1939-го в 6,5 лет в Германии было казнено по суду 11 тысяч человек. Преяли не только священников, диаконов и вообще священнослужителей убили 8 тысяч. Только при Ленине. Это несопоставимые цифры, я не опускаю статистику, ибо она выходит за рамки нашего интереса. Подражание во всем. Геббельс говорит, Ленин настолько ближе к народу, чем эти помещики, что это просто вызывает уважение. Его журнал Ангарев, еженедельник, подражает, журналу Бухарина, издание и прочее. Это сильно творческое влияние. Опять есть огромные различия между режимами, но воздействие было колоссальным. Без был бы немыслим, как и фашизм. Итак, вернемся к этому новому счастливому строю. 26 октября, 25-го переворот, 26 октября 2017 года сообщается, что в Советской России, в Российской Республике Советской навеки, навеки отменена смертная казнь. Ее действительно никогда не ведут. То есть не ведут очень долго. И только единственное, что в феврале, через несколько месяцев, через три с половиной месяца после этой казни ведут вместо смертной казни, вместо этого гнусного наследия эксплуататорского строя ведут высшую меру социальной защиты. То есть расстрел больше не будет называться смертной казнью, долгое время не будет, а просто будет называться гораздо более благородно и возвышенно, высшая мера социальной защиты и прочее. Вот так появляется новая форма жизни особая. Уже через полтора месяца после декрета в отмете смертной казни создается ЧК, правительский, фрок, еще врагов нет, но она уже создается, и вот так начинается новая жизнь. Причем она окрашена налетом сентиментальности определенной. Дзержинский говорит, мне тяжелее расстреливать, чем быть самым расстрелянным. Он вообще, этот неудавшийся католический ксен сохраняет элементы католического сентиментализма, в нем хранится католический аскет, даже во внешности проступающий, он искренний, истов, и вообще ну как тяготеет такой задушевной инквизиции такой везде. В нем всюду есть католические реликты, очень трогательные зачастую. Цитирует слово фраза всюду, пролетариату не нужно четырех стен, чтобы расправляться с его врагами, он сделает при помощи одной. Новый стиль поведения, новый стиль юстиции и прочее. Это какая-то особая благодать. Разумеется, закрывает буржуазная газета в 18-м году. Правда, большевики не крем топчутся на месте, они еще не привыкли все сразу душить, поэтому газеты меняют название, кремя, но в общем-то к концу 18-го порядок уже закрывать все буржуазные, а также эсеровские и меньшевистские газеты, кроме газеты «Новая жизнь» Горького. Горький находится в оппозиции к большевизму, он в ужасе по поводу террора, он разъярен террором и ругает Ленина, почему зря. Вот цитирую фразу «Пора понять, что Ленин не всемогущий чародей, а хоть накровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата». В чем дело? Горький человек, который очень много помогал большевистской партии, огромные деньги на нее тратил, помогал Ленину и все прочее, которого мать там Горький сам ценил так, но при этом Горький находится в оппозиции по одной простой причине. Не одной, а не с кем простой причине. Надо понять, здесь позиция Горького, она важна для дальнейшего нашего изложения. Горький в сущности русофоб. Для Горького то, что происходит в России, это взрыв крестьянско-азиатской стихии, которого ненавидит и боится. Для Горького самое ценное это то, кто может, те, кто могут работать в России и ее спасать. Это рабочие, поэтому он боится истребления пролетариата в ходе гражданской войны, развязанной Лениным. Это эксперимент, уничтожающий лучшие силы нации пролетариат. Он боится за интеллигенцию, интеллигенцию это кадры, которые нужны. Он сам вступается за евреев, за немцев, почки народцев, которые могут трясти своим трудом в пользу России. Вот позиция Горького и она близка Шковскому, С.Р. Шковскому, который пишет об этом так в сентябральном путешествии. Человечество Горький равнодушен. Людей он любит не всех, а тех, кто умеет хорошо писать и хорошо работать. В сущности это позиция самого Шковского. Спасти квалифицированную Россию от этого напора. И Горький не сильно в позиции находится. Его выдавливают за границу и поэтому на прощание устраивают вечеринку ему. Вы знаете, что сухой закон продолжает действовать. В Советской России пьют иногда спирт Церецкого в деревнях, пьют, конечно, самогон, а в городах лечатся наркотиками. Ну, скажем, морфинисты. Булгаков, как врач, получает морфий. Брюсов колется морфием и так далее. Нужно много интересных имен. Это ситуация, как обратная сторона сухого закона. Кстати, Януш Корчик станет морфинистом, как врач. Он получит доступ к этому делу. Но в Польше уже будет с алкоголем совмещать. Это следствие этой войны устраивает прощальный вечер, вечеринку прощальную Горькому. Писатели, друзья, коллеги, читают ему стихи на память. Они записаны в Чикоколе. В предыдущем цензурном издании их нет. Новом они уже появились, слава тебе Господи. Там обыграются два текста, два рассказа Горького. Один из них многие учили в школе. Это челкаш. А второй рассказ Яролаш. А стихи звучат так. Чаши с чаем. Это с чем еще? Чаши с чаем, чаши с чаем поднимаем. И желаем, чтобы ваш челкаш прекратил Яролаш. Потому что от этого вашего протеже нет житья уже. Но протеже разбушевался, продолжал все вытаптывать и душить. При этом у этого режима множество сторонников. Гипноз. Мировая революция захватывает людей достаточно разумных, казалось бы. Многие потом с изумлением вспоминают, что они делали. Они втянулись в этот ураган революционного вихря. Апокалипсические настроения, пропитавшие всю Россию накануне большевизма, накануне переворота, еще до февраля, они прорвались теперь. Казалось бы, вот, приближается итог всеобщий. Мессия пришел, это пролетарский мессия, завидите как угодно, главное, наступает преображение всеобщее. Наступает конец старого света, наступает царство нового света. Да, мы пройдем весь этот ад, этих текстов очень много в российской культуре. Иногда просто, наверное, помним просто элементарную концовку, скажем, 12, элементарная концовка 12 блока. В белом венчике изрос, впереди идет Христос. Кстати сказать, в Харькове в 19-м году вышло исправленное издание, блока, в этом, правда, не узнал, что кончалось словами, в белом венчике изрос, впереди идет матрос. Ну, исправили блока, так сказать, сняли реликальный налет с пропагандой, но этот Христос был не случайен. Очень многие проникают с тем мнением. Я помню одного старого человека, который рассказывал мне, представляете, голубчики, я вот слышу выступление Троцкого и хотелось немедленно рваться в Красную Армию, записаться, ринуться на бой с Еденичем, тут же пойти. Я говорю, подождите, вы же большевиков терпеть не могли. Говорит, понимаете, какое это имеет значение? Вы не представляете обстановки, мы стояли, мороз кругом, а мы мокрые от пота. Так он выступал, он нас всех зажег изнутри, это было пламя, которое бушевало. И я готов был как последний дурак идти вместе с большевиками в бой. С этому нельзя было противостоять, нельзя было противодействовать. Гипноз долго действовал, он влиял на очень многих, избавиться было трудно. Библейский пафос пронизывает большевизм при всем его, так сказать, яростном атеизме. Вот это странное совмещение атеизма, антицерковного настроя с библейскими тонами, с уверенностью в том, что находится новая Библия, новое Писание, оно реализуется, оно очень характерно для большевизма. Первая большевистская поэма написана в 18-м году. Кстати, как вы думаете, кто был главный большевистский поэт в 18-м году? Кто-нибудь знает? Можно что-нибудь сказать? Кто был главный большевистский поэт? Кто? Брюсов был важный поэт, но писал он непонятно и скучно. То есть большевики его как бы держали для пользы дела, но ценить не ценили по-настоящему. Так шестерил, но Демьян Бедный, не Маяковский, Маяковский сложнее картина была, он беспартийный вообще был. Не Блок, Левый СССР, которого вызывали в Кутузку после разгрома восстания Левых СССРов, и 12, которые из Киева появились в газете СССРовской, Левосососедовское Знамя труда. Нет, Демьян Бедный, мужик вредный, Демьян Бедный написал поэму главную большевистскую в 18-м году, называлась она «Земля обетованная». Подзаголовок такой «Библия наизнанку про меньшевистскую шпанку, о том, как Моисей с Аароном, то есть Ленин и Троцкой, боролись с фараоном, как они по-большевистски дело ладили, и как меньшевики им гадили». Трогательный текст кончался он словами такими «Берегите советскую власть вашу скинью, большевистскую твердо ведите вселинию, если дрогнете вы, как евреи, когда-то слабость духа в беде обнаруживши ту же, ваш конец будет много похуже». Потом писал, как известно, антирелигиозные стихи и прочее. Человек вообще гибкий, грациозный в этом смысле. И он боролся, но тем не менее, этот налет библиизма он появляется постоянно. И Ленина будут на каждом шагу сравнивать с Моисеем. Это уже хроничкой станет формой. И потом увидим, что Ленину понравится в сущности это сравнение, он будет его сам как-то использовать. Но это уже в следующей лекции. Во всяком случае, вот такая картина. При этом, вот этот процесс самосакрализации идет параллельно с процессом самодемонизации большевизма. Ну, скажем, я хочу напомнить, что у главного теоретика богостроительства Гуначарского, наркового просвещения, тогда революционные колонны возглавляет сатана. Это положительный персонаж в тот период. И в городе Свияшке, скажем, ставят памятник Иуде. Говорят, довольно паршивый, ну, какой заслуживший этот урод, ну, такой и ставит ему памятник. Не слишком удачно, но пытаются всячески сохранить. Еще очень интересная эмблематика социализма. Какая была эмблема Красной Армии? Кто-нибудь помнит? Она до сих пор такая. То есть, в последних дни была такая эмблема. Какая она? Ну, Красная Армия какая? Красная Звезда, да. Она была вот такой, да? Вот она. Я даже нарисовал, используя всю мощь своего художественного дара. На самом деле, в 18-м году он бы гидел иначе. Вот так. И на старых снимках, очень редких, вы увидите этот кадр. Что означает перевернутая звезда? Это знак Люцифера. Это Деница. Ну, это цитата из Библии, не будет Стив, Дзессай, как упал Деница, и так далее. Это знак падшего ангела, и ее используют совершенно сознательно. Троцкий вообще с неким провинциальным пафосом, свойственным ему, как и всем прочим большевикам, эксплуатирует вот эту эмблематику. Ну, вспомните облик Троцкого, эти усишки, бороденку. Это взято из провинциального роли Мефистофеля. Так Мефистофель изображался в провинции, ему это очень понравилось. А вот Владимир Ильич, как бы, он приезжал с другой провинциальной традицией. Он выглядел так скромно, деловито, похож на доктора Штокмана из Ипсона, или дядю Вани такого вот. И мы знаем, сохранила кинохроника и эти драгоценные кадры, как он сидит. Очень многие. Троцкого режу, видишь, а Лену покажу это часто. Вот ускоренные киносъемки мы с умилением смотрим, как он сидит на английском интерна, бочком на ступеньках, турецкая старуха на мотоцикле. Или, скажем, как он гладит кота с такой скоростью, буду ходить, добыть из него электричество. В любом случае, вот всюду этот человеческий облик педалирован, в отличие от облика демонического Троцкого, так сказать, и прочее, который был страстен, прететичен и пошел по-другому, совсем нечем Ильич. У Ильича был другой заряд и, ну, так сказать, другой запас пошлости. Во всяком случае, вот так приходят к власти новые и интересные люди, которые воспевают и сатану, и прочее. Стихи таких лет. Пожалуйста, стоит процитировать массовую большевистскую поэзию. Она же тоже авангард, в сущности, поскольку это массовый авангард. Ну, например, такое, скажем, стихотворение о Мефистофеле. Это поэт Александровский, пролетарский. Мефистофель, отец мой и брат. Она вошла в стихотоматике большевистской, кстати, тогда. Мефистофель, отец мой и брат, я люблю тебя пылкой и нежно, наше царство, бунтующий ад, наше счастье высоты и бездны. Пусть в крови и душа, и ладонь я с пылающими глазами, над мятежной и дерзкой землей пронесу твое имя, как знамя. Хорошие душевные стихи потом про Ленина будут писать. То есть такие же, про имя знамя и прочее все. Ну, и о Ленине, уже разочиняют тоже своеобразные стихи пролетарские. Вот рабочий Анн, мне кто-то подписался. Не знаю, кто это был. Вообще, рабочие писали про Ленина легко и охотно. Например, такие стихи были. Кто он? Гений, человек ли? Создал ад, похерил рай. Хорошо нам в красном пекле льется лава через край. Мы строители, мы боги, крушим, рушим, создаем. Геевы нытики с дороги, беспощаден бурелом. Он помог нам, мы окрепли. Кровь, как лава горяча, от того-то в красном пекле крепко любят львича. Это искренне, с любовью к аду, в отличие от буржуазного рая, написаны строки. Но здесь интересные детали, которые я поставлюсь заострить ваше внимание на следующей, последней лекции. Он помог нам. То есть акценты поставлены не на собственной фигуре Ленина, а на его вспомогательной роли, применительной к пролетариату. Потом все будет меняться. То есть ленинский культ пройдет интересную и сложную эволюцию. Приходит то одичание населения, о котором пишут многие писатели в тот период. Замятин, Мамай, пещера. Люди обрастают шерстью на глазах. Они свирепеют. Борьба за дрова, борьба за огонь. Трупы подбрасывают в соседний подъезд. Тащить их неначем нельзя. Нет дров. Вырубают все подряд. Вырубают соседские заборы. Собственную мебель. Без конца полят книги. Есть нечего. Голод. Распределение. Тотальное. Всеобщее. Идиотское. И спасу просто нет. По существу. Вот это принудительное счастье, которое захватит всю Россию, оно будет константой этого режима долгие годы. Шкловский вспоминает в своей блестящей книге, которую я цитировал в прошлый раз, «Сентиментальное путешествие». Вспоминает эту эпоху так. Это время так. Мужчины были импотентами, у женщин прекратились месячные. Не было никаких половых контактов. Они потом возродятся на другой форме. Девушка отдавалась. Девушке с толстыми косами отдавались в 5-30, потому что последний трамвай уходил в 6. Жили вместе, потому что оказались в одной квартире после уплотнения. Это особая жизнь, особое счастье. Укрывались половиками. Не было одеяло. Одеяло пошли на костюмы. Но из половиков шили себе пальто и прочее. Шились портьер-платья. Шкловский вспоминает, как в другой книге «Сентиментальное путешествие», как приехал Богателев в Прагу, и там старался удержать советский быт. Носил сахар в кармане, например. Ай Капсон, человек состоятельный, вполне уже. Салют пригласил в ресторан, богатый, хороший, вкусный, наелший там, выпил, растроглся и заплакал. Он заплакал не от сентиментальности, как оттаивает стекло после зимних морозов, писал Шкловский. Это была такая сложная жизнь, когда нельзя было, ну, все нормы, повторяю, все было разрушено. Когда тот же Блок, очумевший после 12, после Скифа, после собственного ареста, перестал слушать музыку революции, а он слушал и довольно долго. Жаловался, правда, Маяковскому, что в деревне мужики сожгли, в времени сожгли библиотеку, Маяковский ехидничал. Какая в сущности мелочность духа. Маяковского с рода библиотеки не было, он еще пользовался чужой книг, книг никогда не покупал. Ему было непонятно, такое буржуазное волнение странное. Вот. Я не Блок, всей душой хотел слушать самую музыку революции, но потом передумал. Ему сильно не понравилось то, что те, кто победили, и он описывает, например, ситуацию такую. Смешило слово гражданин, введенное в норму. До этого гражданин было слово высокого поэтического ряда. Ну, скажем, многое изменила война. Слово воин, его не было, он казалось комическим. В Первую войну воин, воин, вместо солдат и прочее все. Оно закрепляется, и это сувенизмы высокие. Слово гражданин входит в советский обиход и вызывает комические реакции. Раньше была газета гражданин Мещерского, а теперь князь Мещерский, а теперь все суды граждане. И Белый пишет такие стихи по поводу нового быта. Я сегодня гражданин плохо... Да, гражданину говорит гражданин. Что я сегодня гражданин на обед? Прикреплялись гражданин или нет? Новый быт, новые формы. Я сегодня гражданин плохо спал, душу я на керосин променял. Это новая жизнь, страшная и бессмысленная в основе своей, которые пытаются выжить все-таки инерцией веры в мировую революцию. Разгоняют учредительное собрание на революционном году. Блок обрадовался. Блок ненавидит демократию, как до сих пор в России очень многие поэты, прозаики или крайне далекие литературы продолжают делать. Ну, вспомните, он старушку в 12, которая никак не поймет, что значит. Такой огромный плакат, вся власть учредительному собранию, такой огромный лоскут, сколько вышло. Портянок на ребят, на ребят, и каждый разъед, разъед. В итоге казалось, ни портянок, ни учредительного собрания. Разогнали. Все это, и в ярости демократы, немногочисленные, страшно в России. Зинер Гиппиус пишет стихи такие по поводу разгона учредительного собрания. Она называла потом их вещами и гордилась ими. Пророчкие стихи. Блевотина войны, октябрьское веселье, речь идет о грабежах винных складов. С них начинается революция. Прежде всего грабят винные склады везде, отсюда винные лавки. Блевотина войны, октябрьское веселье, от этого зловонного вина, как омерзительно твое похмелье, о бедная, о грешная страна. Какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кошмарным, обуянным сном народ безумствия убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом. Смеются дьяволы и псы над радией свалкой, смеются пушки, разевая рты, и скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой. Народ неуважающей святыни. Она считалась скреплением пророческим. Здесь повторяю, но она писала и о декабристах. У нее есть два стихотворения, посвященные годовщине декабристского восстания. Одно называет 14 декабря 1917 года, где он, в частности, говорит «О, петля Николая чище, чем пальцы серых обезьян». Она говорит о большевиках. А второе, через год написано 14 декабря 1918 года. Заветов тайных Муравьева свелись напрасные листы. Напрасно песталь, вождь суровый, в узле пеньковом умер ты. Свершилось все, душа ослепла, мы преданы червю и тле, и не осталось даже пепла от русской правды на земле. Русская правда, документ знаменитый. Не пестольный, имеется в виду. Это так воспринимается разгон учредительного собрания, но только меньшинством. Есть несколько демонстраций, рабочие, в частности, СССР, уставят демонстрацию в разгон учредительного собрания, потому что большевики проиграли с треском, поэтому разогнали его. По ним открывают огонь немедленно, это вам не кровавый царский режим, просто убивают, сразу десятки людей, и демонстрации прекращаются. Мандельштам в недоумении и ужасе пишет тогда, он воспринимает Ленина как временщика, когда Октябрьский нам готовил временщик, ярмо предательства, но Германия, и злобы, и ощетинился убийца-броневик, и пулеметчик не скалобы. Это восприятие тогдашнее, им октября. Керенского распять потребовал солдат, и злая черни рукоплескала, нам сердце на штыки позволил взять пилат, и сердце биться перестало. Керенский, как пишет Немшковский, это волшебник, оставленный духами покинуто. Он не может ничего сделать в ситуации, кроме, так сказать, превосходной душистой риторики. Он не может остановить ту стихию ада, которая просто надвинулась на Россию, ничего с ней сделать нельзя. Никто в тот период, в 18-м году, очень интересно, еще не ругает евреев. Это потом придет. Сначала видят все источники бедствия в собственном населении, это и у Гиппеса очень четко видно, и скоро в старых лев ты будешь загнан палкой. Это и у Северянина, например, печальный опыт показал, как отвратительна свобода в руках неумного народа. Это у Бунина, это у Булгакова, там вспомните Богоносцев Достоевского, которых ругает Башваевский. Это общая оппозиция, но постепенно к ним прибавляется другое понимание, другое ощущение, на самом деле. Ленина-Троцкий. Эта парочка выступает сюда, и в конце концов все знают, что подлинным отцом октября это признают и сами большевики, и Ленин, даже Сталин так сказал в 19-м году, был Троцкий. Это известно. Кстати, никто не знает до сих пор, это был государственный тайный СССР, и, по-моему, осталось до сих пор государственный тайный России, где был Сталин 25 октября. Вот никто не знает. Я бы очень много готов был заплатить тому чек, который расскажет, где находился товарищ Сталин. Он как-то скрывался интимно от всех этих великих событий по скромности. Вот. И это вспоминают. Тут же идет фольклор, начинают обыгрывать всячески это. Ну, частушка. Раньше был я Лейба, жить обыкновенно, а теперь Троцкий, генерал военный. Это и в ироничких песнях поется всюду. Ленин Троцкому сказал, пойдем, товарищи, на базар, купим лошадь карию, накормим пролетарию, но есть другие национальные, скажем, частушки. Ленин Троцкому сказал, я мешок муки достал, мне кулич, тебе маца, вам цедрится, копцаца. Это вспоминается всерьез, и анекдоты пойдут скоро такие примерно, за столом шесть комиссаров, что под столом. Двенадцать колен израилевых. Это юмор тех лет. Он сохраняется довольно долго и прочно. Хотя, значит, не только евреи, разумеется, наличие в Красном движении, в Красной армии, очень много инородцев, латышей, китайцев. Кремль охраняется сплошь латышами, это сами верные, дисциплинированные войска. Они подавляют, кстати сказать, жестоко очень, и винные бунты, занимаются массовыми расстрелами. Это дисциплина. Они ничего не понимают о том, что происходит в России, но сохраняют просто элементарную верность к дисциплине, повышенные пайки, хорошее снабжение. Китайцы, которые отличаются в основном в неких эксцессах. Может быть, укоснемся их мельком. Отказ от любых традиционных норм характерных для нового режима. Это беспрецедентная власть. Вся та гниль, которая накопилась в мировую войну, все эти чудовищные искривления человеческой морали, все те зверства, которые армия вобрала в себе, австрийская и русская армия, и румынская, и прочие, в мировую войну, теперь прорвались, этот гной, разлився по всему лицу Советской России. Начинается новая беспрецедентная эра, сущности не имеющая никаких отчетливых аналогов старой русской истории. В 21-м году Ленин приказывает тайно создать секретную токсикологическую лабораторию, лабораторию номер один, по выработке ядов для врагов советского строя. Она действует на протяжении всей советской власти, хотя меняются без конца все функционеры, расстреливаются одни с другим поколения, она остается всегда, говорят, но сих пор существует. Ее возглавляет в сталинское послевоенное время полковник Майорановский. Его посылают на Нюнбергские процессы, чтобы узнать, насколько Советский Союз отстал от немцев в производстве отравляющих веществ и прочих достижениях. Он возвращается в восторге. Мы их обогнали на много лет. Это полный восторг товарища Майорановского. Это сохраняется очень важно. Советская конституция в 22-м году появляется. Секретный ленинский параграф. Я не помню, или он устава 18-го года, но есть этот параграф о том, что ЦК уполномочен в любое время порвать любые договоры с буржуазным государством и пойти на него войной. Если это требует интересы пролетариата. То есть беспрецедентная ситуация, которой не было. Другая, другие люди, новые люди идут к власти, лишенные каких-либо сентиментов и традиций. И Блок в недоумении пованном очумении описывает вот это новое поколение. Новых Адама и Еву, которых встречают на улице. Адам это матрос, который говорит, как тигр сопровождал девицу. А девица описана так. Стан плотной девы краснорожей. Облек каракульный жакет матросом снятый вместе с кожей с прохожей дамой в час побед. Входя до колен текли ботинки, являли икры вид полен. Взгляд обольстительной кретинки светился как ацетилен. Это описание новой пары. Новая Адама и Еву. Новая хозяева жизни. И у этого будет долго. Матросы это каста, которая долго будет доминировать в Красной Гвардии, пока не будут с ней ехать курьезы в виде кронштадтского восстания. Далее нормативы на интеллигенцию эти самые бессмысленные дикие гонения абсолютно несуразны зачастую, потому что власть не знает, что она собственно сама хочет. Скажем, Брюсов издает указ о том, что любая ботека свыше 120 книг подлежит конфискации в пользу трудового народа. В итоге швеи и ткачихи получают собрание членов Вадима Соловьева. Скажем, жизнь необходима по работе. А пекари получают буквы самые книги все на букву Г. А дальше на Д уже не полагается. Главное распределить все и упорядочить алфавит и прочее. Уже в 23-м году вводится литературная цензура. До тех пор существует РВЦ, революционная военная цензура. Вводит ее Крупская руководитель Надежда Константиновна. Она запрещает немедленно в библиотеках изымают книги Достоевского, Платона, Толстого, сочинения и многие прочие. Изымают уже и детские стишки. Ну, вы знаете все Чуковского, но эти страфы, думаю, никто не знает. Она изъятовала цензурой и сказал Ягуар, я теперь комиссар, 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 комиссарище. Всех прошу подчиняться, товарищи, становиться немедленно в очередь. Вот очереди это тоже знак новой счастливой жизни. Они всюду и без них просто нельзя. То есть появляется особая тема зверя, захватившего жизнь и Набоков Владимир Владимирович, сын кадета Набокова и замечательный российский писатель вспоминает так о Петрограде Красном. Хозяйничали человекоподобные, которые обижались, если им что-нибудь было не по ноздре. А поскольку не по ноздре было много, обид было много, то ручаться за жизнь было нельзя. Это было крайне трудно. И вот появляется тема волков. Она и Булгаковка, помните, Белой гвардии, людей волков. Она появится у пельняка, в книге «Машины и Волки». Где машины большевики, коммунисты, а волки, так сказать, большевики и стихия, которая конфликтует с большевиками. Но она будет всюду. И появятся они, ну, скажем, это самое, у Кузьмина, Н.А. Везде свобода кровь, ограда зверь. Ты властелин, так запасись уздою. Железную ведешься ты звездою, но до конца звезде своей поверь. Смотри, как простые и квадратные лица вскормила их горахтовая волчица. Новая жизнь, которую описывает тот же Кузьми. Потом тема людей, рожденных волчицей, переходит к бабелю. Ну, рассказ, жизнеописание Атея Павличенко, красного генерала, из канармии. Я с тобой как с Российской империи офицером говорю, а вы хамово отроди волчицу сосали, тема волчьих детей. Она будет очень важной, опять-таки, для этой трактовки новой жизни. Не только замятин, он и их людей. Красный террор, еще одна важная сторона душевной этой жизни. Ленин уже в пятом году во время революции требовал обливать полицейских соляной кислотой, а солдат кипятком. Гуманнее отнесется к солдатам. Но потом, в восемнадцатом году, задолго до всех терактов буржуазии, задолго до всего, что началось, задолго официальное объявление красного террора, уже идут во все расстрелы, уже загоняют людей в заложники. Он напрекает Зиновьева и Чика за мягкотелость, за рыхлость характера. У нас кисельная диктатура с раздражением пишет, иногда выясняют наите. В Нижнем явно готовится билогвардейское восстание. Так ему сердце вещом сказала. Надо срочно повесить сто богатеев. Непременно повесить, чтобы все видели. Человек берет за то, что он богатей, и вешивает. Кроме того, надо взять заложников, провести массовые расстрелы и прочее. Ильича обуревает лихорадка как бы такой целебной большинской деятельности. 30 августа покушение в один день. Фанни Каплан стреляет в Ленина. Сейчас принято считать, что может быть это была не она, что может быть была группа, она была близорукой. Но факт, что она взяла вину целиком на себя, ее после короткого следствия расстреляли приказу Свердлова и сожгли тело в бочке с бензином прямо в Кремле. Это первая казнь в Кремле с ребенком Петра Великого. При этой казни присутствовал Демян Бедный, уже новая литература, новые поэты. Он, правда, упал в обморок, когда видел, как горит его тело. И тогда же 30 августа стреляет в председателя Петроградской ЧК. Кстати, не самого кровожадного из них. У Рицкого стреляет поэт и студент Леонид Канегисер. Это новая реальность. Когда спрашивают Каплан, почему она стреляла в Ленина, она сказала, я хотел отомстить за предательство социализма Ленину. А Канегисер отвечает проще, я хотел доказать, что не все евреи большевики. Расстреливают обоих, естественно, и тогда объявляют красный террор. Со 2-го и 3-го ноября за сутки в Советской России было убито столько же людей, сколько в 20-м веке всех представителей революционного террора. Казнено было. Тысяча с лишним человек было казнено в России. По приговору судов столько же пеночек расстреляли только за сутки. Это начало только самое террора, но кроме террора были и другие формы жизни. Как авангардно все это будет откликаться, сейчас мы увидим в сущности. Но до этого, может быть, сказать, стоит еще несколько слов про оплотнение рассказов. Лучше отдать посмотрим, как сильно авангард реагирует на эти вести. В сущности он вызывает утро и восторг у представителей авангарда, потому что, идти до конца, Ленина восхваляют за решительность, он призывает террор. Сам Ленин, кстати сказать, крайне был застенчив, как сказал генерал Ермова в таких ситуациях. В начале 19-го года его машину остановил московский бандит Кошелек Козаму. Оставьте меня, я Ленин, подумаешь, ты Левин, сказал тот, а я Кошельков, хозяин ночной Москвы. Он отобрал у рабевшего Ильича Браунин, отобрал партбилет, мандат прицелиться в наркома, потом его долго ловили и когда его не расстреляли, он погиб в перестрелке и единственное, что он сожалел перед смертью, потому что не взял Ленина в заложники, а то бы освободил всех бутырских товарищей из тюрьмы. Так что, но Ленин заочно был человеком редкой отваги и решительности и вот эта заочная его решительность сказалась на проведении всего. То есть террор был такой, я приведу несколько примеров, чтобы эту тему не загромождать наш авангардистский рассказ, ну скажем, знаменитый палач Харьковской ЧК Саенко, который просверливал шашкой отверстие в теле осужденных, отрубал руки и ноги по частям, это был следственный Саенко или, например, венгерская психопатка в Одесской ЧК, которая лично расстрелила всех красивых мужчин, у него такое хобби. Она, видимо, сексуальная психопатка тяжелая, его много. Асиндовский, когда убегает из Южной Сибири в Монголию уходит, он был член правительства такого ЧК, он на Ангаре видит целую запруду это десятки голых обезглавленных тел, им голый отрубили в Минусинской ЧК. И таких сцен полно было. Сжигает в топках паровозов, не только в АЗО, сжигает очень много офицеров белых, вырезают в погоны и прочее. Этого было в изобилии, разумеется. Ленин требует убивать попов как можно жестче, постоянно. Я опускаю массу эксцессов, это все описано. Ну и белые, конечно, тоже, в общем, не оставались долгой, он признается, особенно в Сибири, где было модно привязывать красных кишка за кишки к дереву и оставить их бегать вверху к дереву. Потом это использует в несколько более гуманной форме Алексей Толстой в Буратино, так будет к Карабасов обращаться с Бородой. Это тоже было. Звери сияют в контрразведке белых, война становится чудовищной, чумой какой-то всеобщего зверства. И Деникин жалуется на то, что в контрразведке сияют абсолютно разложившиеся люди, контрразведка, которые просто пытают заключенных, чтобы добыть у них деньги и прочее. Ну и в ЧКТ тоже не брезгует. Обстановка такая, что Шкаловский в одной редкой своей статье, малоизвестной, к теории комического, рассказывает анекдот тех лет, еще не важно, кому он относится, красным или белым, он говорит. Человек ведут на расстрел, это рутиной становится, расстрел. Человек ведут на расстрел. Ветер водит, идет дождь, холодно, моросеет, он говорит к инвоиру, какая погода плохая. Он отвечает, тебе-то ничего, мне еще назад идти. Это обстановка тех лет, и в общем-то она становится этой рутиной и нормой. Вот есть новые герои. Аркадий Гайдар, например, очень талантливый, очень хороший детский писатель, впоследствии, в качестве красного командира имеет некое сообразное хобби. Он любит, как говорят его друзья, снимать шкурку, он снимает кожу с заключенных, с пленных белых, этому научили его, это сам китайский, видимо, товарищ, очень много тогда служит в Красной Армии. Расстреливать неожиданно, не за что. Человек вызывает ЧК, расстреливает, скажем, помните рассказ Бабеля Фроем Грач, приходит бандит, договорится по хорошему с председателем ЧК, ему старику приносят такан чаю, коньяку дают, ЧК, который увидит, знает хорошо, выходит, бродит по коридорам, потом смотрит, его нет, не заглядит в кабинет, он выходит во двор, смотрит, он лежит расстрелянный уже. Его расстреляли, нечего в лакиту разводить, так сказать, и это спошь рядом. Может быть, скажем, Катаева ставили дважды к стенке, Валентина Катаева. Поэтому он и стал говорить правда по-гречески «мрия», и поэтому стал так лояльно относиться к советской власти. После такого опыта многие становятся более покладистыми. Опять-то власть, опять же. У Шкловского расстреляли родного брата, он потом служил этой власти, деваться было некуда. У Станиславского расстреляли брата, семью растоптали все в сущности, он служил этой власти. Эта власть держала. Троцкий берет в заложники 30 тысяч, берет в Красную Армию 30 тысяч офицеров. Семьи в заложниках, им деваться некуда. И сам эти офицеры верно служат Красной Армии. И весь, скажем, строевая служба с Красной, потом с Советской Армией, там, и Российской, и система дневальных, все распорядка офицеры служили там в качестве спецов, пока их не расстреляли, не заменили уже сменами. То есть, это особый стиль поведения. Захватывает Крым в 20-м году. Всех офицеров стоит регистрироваться. Не все смогли уйти в Константинобль. Многие остались. Им товарищ Пятаков, член полибюро, гарантирует, честное слово советской власти, полное прощение в случае регистрации. Они приходят и медленно начинаются расстрелы. В Крыму расстреляли по разному около 70 тысяч человек. Вы можете прочесть всю эту историю, скажем, в позднем изложении у Ивана Шмелева в «Солнце мертвых». Расстреляли медсестеры милосердия всех за то, что они обслужили белых. Расстреляли даже ветеринарных врачей за то, что не обслужили конницу белых. Потом в Крыму была нехватка ветеринаров и в больницах, в поликлиниках не было медсестер. Врачей уже не говорю, врачей само собой расстрелять полагалось. Вот это власть, которая плевала на собственное честное слово. Комментирует честное слово советской власти, что их не тронут. Почти никто никогда не встречал уцелевших после Кронштадтского восстания. Пленных расстреливает оптимус пулеметов, часть везут на Соловки, расстреливают там. Спаслись, говорят, какие-то единицы, к которым могут уйти во время этого ареста. Иная власть, новая, которой не было. Также расстреливает и Гумилева. Я хочу напомнить, в 21-м году. Расстреливает. Статья так звучит. Никто из авангарда с него не вступится, кстати. Расстреливает так. Содействовал составлению прокламации. Ни одной прокламации не было. Он обещал в случае чего помочь написать. Вот за это обещание Евростреаль Ленин сказал самоуничтожать тех, кто поднимает руку. Он сам предсказал собственную смерть в красной рубахе с лицом как вымес, голову срезал в палаче мне. Она лежала вместе с другими здесь в ящике скользком на самом дне. Такого не было. Никогда в старой России претов так не убивали. Причем это после гражданской войны. Это мирное время. Хочу напомнить. Нет обстановки террора. То есть необходимости формальной террора. Я хочу напомнить убийстве царской семьи, которых сбрасывают частью живыми в шахты. Там уничтожают и детей штыками закалывают и прислугу. Не понятно за что. А потом великих князей бросают живем в шахту. И Маяковский, когда станет большевиком моральным, радостно напишет корону можно у нас получить, но только вместе с шахтой. Таких поэтов тоже не было до того. Не было поэта вроде Демиана Бедного, которые напрашиваются на смертную казнь. Это и есть поведение Мариингофа. Итак, как же реагирует авангард на красный террор? Я процитирую несколько текстов сейчас. Мариингоф. Кровью плюем задорно Богу в еродивый рот. Вот на красном, черном массовый террор. Это плакат. Требли массового террора. Метлым ветру будет говядину чью под месть. В этой черепов грудя наша красная месть. Это постоянно. Хлебников точно так же будет воспевать красный террор. Хлебников вообще склонен к садизму, как все авангардисты в сущности, к палачеству. Потом он отшатнется. Везде-везде зарезанных царевичей тела. Везде-везде кровавый углич. Есенин, который будет воспевать тоже красный террор, тоже испугается позднее. И напишет веслами отрубленных рук вы гребете в страну грядущего. Но поначалу это экстаз какой-то. Книжка Ярь, посвященная красному террору, в 18-м году, запечатается в поезде Троцкого. Троцкий симпатизирует им и женистам и очень любит Есенина. Есенин, креатура Троцкого, прямая. Есенин говорит, Троцкий для меня настоящий идеал человека. Поэтому после самоубийства Есенина в 1926 году враг Есенина Бухарин, друг Сталина, союзники его, напишут антиесенинские злые заметки, где будет его крыть. Антирелигиозная тема, она идет параллельно с религиозной. Авангард. Марингофф. И хилое тело Христа на дыбе вздыбливаем в чрезвычайке. Кричу, Мария, кого вынашивала? Пыль бы у ног твоих целовал за аборт. Ну, такие религиозные стихов тоже не знают еще. Как бы мировая поэзия. И он один. Хлебников. На вилы, железные вилы, подымем святое для всех Господа имя. Святое, седое, Божье имя. Есенин. Время мое приспело, не слышен мне ляск, не страшен мне ляск кнута. Тело, Христово тело, выплевываю изо рта. Это Евхаристия. Плевывает это самое причастие. Эта тема, при этом, она сопутствует трактовке большевизма как религиозной мистерии определенной. И Кузьмин пишет Рождество, скажем. Ты медлишь, ты медлишь животворный дух. Мы потаенные, сиры, наги, надвинут на глаза три ух, бредут невиданные маги. Маги это волхвы новой жизни. Вот сюда парадоксальное сочетание злобного, антирелигиозного маразма с попыткой окрасить революцию в литургические тона. Оно везде и всюду. Большевизм приступает бесконечные удары. Крестьяне долго терпят во время гражданской войны, потому что белое движение оказалось еще глупее самого красного. Во многих местах восстанавливают сам помещик, возвращают землю. Шпицрутанами наказывают. Вообще в белом движении нет единства. Там полный хаос и разброд. Большевики выдерживают и побеждают за счет дисциплины свирепых. Это и Троцкий устанавливает. Троцкий создает Красную армию. 23, что признавали все, 23 февраля 18-го года она получает первое боевое крещение под Ямбургом, когда смазав пятки бежит от немцев. Это первое боевое крещение Красной армии. С немцами она никогда тогдашняя Красная не выдержала ни одного сражения, но гражданская война сражалась успешно. И Троцкий наказывает трусов, тех, кто бежал, децимацией, то есть казнью каждого десятого. Это архаичные формы наказания. Они начинают срабатывать, они помогают в сущности. Крестьянские восстания вспыхивают. Они тоже в атмосфере какого-то истерического угара проходят. Крестьяне понимают свою обреченность. Тамбовское восстание антоновское. Песня сохранилась тамбовских повстанцев. До свидания, до свидания. Коммунист огонь, огонь. Смерть всего лишь расставания, смертью пахнет самогон. Это ощущение того, что все кончено, что это последнее. Последний выбор, борьба за жизнь с новой страшной лесных повстанцев бомбами с газом. Впервые в истории газ применяется против собственного мирного населения. Немцы этого не делали. Это не делали французы. Этого не делал никто. Но Тухачевский использует. Правда, без особого успеха и в лесах газ неэффективен. Но это попытка заслуживать как бы упоминание и признание рассказать. Вообще надо понять реакцию крестьян. Они вначале терпят подразвездку. Они боятся, что вернутся помечки кто-нибудь еще. И тогдашние остроты были уже. Хлеб крестьянам большевистский возник знаменитый. Хлеб крестьянам то есть извините земля крестьянам хлеб рабочим. Они понимают что их наковоли но они терпят очень многое. Они в общем та стихия которая пытается выдержать новые силы. Их громят по частям. В 21 году проходит знаменитое Кронштадтское восстание. Свирепо когда они подавлены прямо со съезда идут его расстреливать оптом. В 20 году громят рабочую оппозицию. Рабочие больше не лояльны власти. В Петрограде везде и всюду забастовки проходят в всех заводах. Рабочие бунты. К 21-22 году большинство населения тюрем советских концлагерей составляют рабочие крестьяне. Разгром идет демцентралистов. Это демократический централизм. Это противники диктатуры центрального комитета. Власть постоянно в этот период с 18 по 20 год борется с советами. Это особая черта советской власти тогда. ЦК борется с советами. Я уже упоминал вкратце одну из лекций, что Ярослав Гашек например обвиняет Ленина и Троцкого в том, что они задушили народную власть советов. Выходят в оппозицию, левую оппозицию. Таких много будет. Пролиткует, частично симпатизирует этой оппозиции. И вот войска после Кронштадта вводят НЭП. Аресты идут параллельно. Рядом с НЭПом немедленно аресты. После введения НЭПа новой либеральной политики Дева Таганцева проводит его Агранов, друг Бриков, друг Маяковского. Расстрелян 61 человек за то, что они пили чай и говорили о том, что в случае чего поддержали бы демократию в России или бы выборы, в том числе и Гумилев. За чаепитие их расстреливает во страску всем остальным. Лейнов в существе искусства безразличный. Он сказал Валентинову одному из социал-демократов «А для меня искусство, знаете, что-то вроде интеллектуальной слепой кишки. Мы когда-нибудь его вжик-жик и вырежем. Но пока оно его терпит. Оно нужно, оно полезно и поэтому сохраняется. Вообще по вкусам он консерватор и довольно дубовый. Как все революционеры он в искусстве мещанин. Нельзя сказать, что он лишен полностью чувства прекрасного. Он любит мелодраматические романы Поля Бурже. Такой французский писатель средненький, мягко выражаясь, любит варшавянку. Вы жертве упали в борьбе роковой. У него есть любимый романс. У тебя есть прелестные глазки. У него чувство прекрасного в некоторых гомеропротеческих долях сохранялось, но оно было недостаточно для того, чтобы поддержать модерн. Рабочие отшатываются от власти. Вообще среди рабочего класса происходит страшное рассвоение. Часть уходит в начальство. И как всегда в России это начальство очень быстро отделяется от подчиненных. Оно обособляется, становится кастой. Часть погибает на фронтах гражданской войны, а часть возвращается на родные заводы. И там происходит тоже интересная борьба. Они борются с предпринимателем. Большевики в 18-м году не решаются загнать всех предпринимателей. Иначе будет хаос на заводах. Но рабочие все претензии предъявляются. Это третейские суды. Не дается тайное задание поддержать заводчиков, а не рабочих. Потому что у рабочих требования бессмыслия неясные часто. Рабочий недовольный. Всяк случай это наиболее растет. И повторяю, рабочие бунты Ленин приказывает арестовывать рабочих. Говорит, это не рабочие, это хулиганы. Они позорят только звание рабочих. Большинство рабочих начинает позорить собственное звание. В общем, ситуация становится скверной. Я вспоминаю в качестве некого ленического отступления такую историю. Я мальчишкой подрабатывал в качестве помощника кочегара по жидкому топливу. У меня был такой начальник, кочегара этот самый старый питерский рабочий дядя Гоша. Он когда-то работал на путевовском заводе. Путевовец рабочий. И он рассказывал, как жили до революции. Ну, что я, говорит, скажу. Жили хорошо. Я 50 рублей зарабатывал. Это большие деньги по те времена были. Клинированные рабочие. Надо различать, что были заводские рабочие или заводские, и фабричные. Фабричные, это мануфактура Морозова, текстильщики. Там хуже условия были. Они жили часто в казармах. В таких военных и прочих заводах. Жили в собственных домах. Жена никогда не работала. Это неприлично было рабочего. Он зарабатывал достаточно. И вот Гоша молодой совсем работал, получал 50 рублей в месяц. А яйцо, говорит, стоило копейку. Фунт мяса 10 копеек. Кило рыбы тоже 10 копеек. Костюм ничего не стоило. Легко мог купить. Выпить можно на 10 копеек и на 10 рублей, как захочешь. Усвои такие. Я вспоминаю. Вот, говорит, суббота, конец смены. Выходит хозяин, генерал. Говорит, господа рабочие, прибыл срочный заказ. Убедительно прошу остаться. Расчет на месте. Но мы остаемся. Выполняем заказ, смену. Выставим. Выходит бухгалтер и тут же на месте всем отчитывает деньги. Ну, тут мы идем в баньку, паримся, моемся, а на утро, в воскресенье, значит, надеваем котелок, костюм, тросточку, идем по Невскому фланировать. Напьешься, свалишься в канал, городовой тебя подберет, под воду вложит, на шатырь поднос, никаких тевотрезвителей домой отвезет. Вот такая была жизнь, говорит. Я говорю, Петя, Гоша, извини, а нафига ты революцию делал? А он участвовал в большевистском перевороте. Ну, он говорит, а знаешь, когда мы рабочие в восемнадцатом году власть взяли, нам бы ее удержать надо было, а мы этим глиста мотнили, показал, галстук он показал. Какие глисты не стал уточнять, ну, в общем, можно было догадаться. Еще помнил старой рабочий, который говорил, ты пойми, в наши времена столовая называлась в народе обжорка, а сейчас кто советскую назовет так? Это было. И многие действительно были ошарашены итогами революции. И советская власть беспокоится, пытается, как бы, ситуацию изменить. Маяковский, его позиция, хотя бы вкратце успеем сказать несколько слов до следующей лекции, как ведется Маяковский еще до революции. Он постепенно отходит от своего маниакального абсолютно эгоцентризма. Он начинает служить другим силам, внеличностным, ну, скажем, либо возлюбленный Лили Брик, ну, что мне до розовой мякоти, которую столетия выживают, сегодня к новым ногам лягте, тебя пою, накрашенную рыжую. Потом от Лили Брик переходит к человечеству, война и мир поэма, он спасет его, свои собственные жертвы искупительные. И, по себе, он ищет, как бы, для себя заместителя. В поэто-хронике он приветствует Евральскую революцию, к Октябрьской относятся настороженно поначалу. Это потом он плел про то, как он это самое принимал Октябрь сразу, принимать, не принимать, сомнениями не было, ничего подобного. В декабре у него есть только два семнадцатого года эмоциональных отклика на революцию, это наш марш, вот, и ода революции. Вообще, революция оживляет жанры архаические. Не только революция, а Первая мировая война, оды, басни и так далее. И он к ним примыкает. Но тогда же, в декабре, он бежит от Луначарского в Москву. Футуристов преследуют. И Луначарский тоже их враг. Но весной восемнадцатого года он разглашает новую революцию духов взамен большевистской. И это особое мистическое движение, не могу его касаться подробно. Восходит к Ахиму Флорскому, Третий Завет так называемый. Он считает, что Октябрьская революция провалилась в основе своей. Вообще, он не большевик в тот период. Он анархист, как и Брики. До апреля восемнадцатого года большевик Маяковский ходит в анархистские клубы и вовсе не поддерживает большевизм. Потом он себе придумает эту большевистскую биографию. Но первое годовщение октября, наконец, он разродился большевистским текстом, очень важным. Это мистерия Абув, посвященная Троцкому. Вот эта постановка проходит его, где он играет и сам. Так пробуждается вообще гостедневековая архаика. Мистерии не только Маяковский ставит. В тот период большевистская культура участвует в этом. Цирковые артисты, вообще культура самая. Стихия цирка разливается. Мистерия коммуны и прочее. Он примыкает к этой традиции. Мистерия свержения самодержавия. Красная армия устраивает мистерию, то есть Троцкой в сущности. И вот Крово воскресенье это поток мистерий и он участвует в них. Это в сущности возрождение сплошной культуры барокко и средневековья. Аллегорические фигуры они пронизывают все мистерии вов. Архаика разливается. Революция пробуждает древние, допотопные происторические силы, которые дремали в составе культуры. И они теперь пробуждаются. В 20-м году он пишет там и потоп, там и штурм ада, и черти разагитировали. Но там нет большевизма, там нет партии вообще в мистерии Буф, что звает крайнее раздражение у большевиков. В 20-м году, в 19-м еще появляются первые фрагменты, он публикует 150 миллионов в свою знаменитую поэму. Анонимно, только гонорар он требует себя почему-то. Частья Маяковского довольно педантична. А поэма выходит анонимно, в 150 миллионов ее написали. Я цитирую туда фразы. «Не Троцкому, не Ленину стиху миллионный, в бою славлю миллионы, вижу миллионы, миллионы пою». Троцкий и Ленин были крайне раздражены такого рода комплиментами. Ленин в ярости, Маяковского терпеть не может, говорит, кричит, слава какие-то кривые придумывает. Про поэму «150 миллионов» он сказал, «Махрова дико, глупо и претенциозно, а у Ленин Ленин надо паки и паки сечь за футуризм». Но вообще Советская Власть не принимает авангард. Это нормальные консервативные люди. Ему трудно понять новые искусства. И когда авангард с пролеткультом на них свалился, они вспенили. Знаете, как у Розочка есть рассказ, как одного парня подруга родила ребенка вне брака. И дальше говорится, «Горе молодого счастливого оценю поддается описанию». Советская Власть реагирует на авангард. Что с ним делать? Но принимают то, что есть. Они смыкаются с пролеткультом в тот период. Поэтика пролеткульта — культ масс вместо личностей. Бесконечные тексты под названием «Мы». Кириллов, Герасимов и прочее. Это просто жанровый поток идет. Это коллектив взамен личности. Потом Эрдман будет пародировать в пьесе «Самоубийца». Его спрашивают, там герой спрашивают. А что же будет потом? Потом. Пока счастье наступит в бессоциализме. Он говорит, массы. А громадная масса масс. Ничего другого не будет. Пошли массы. Короче говоря, конфликт с большевиками идет и он пытается из него выкрутить. Выкрутиться настолько, что жалуется на арктийский режим, а 150 миллионов хочет напечатать за границей даже. Это самоздат такой. Тамоздат какой-то. И, в общем-то, Ленина он тоже ругает в ответ по себе. И его реакция в 20-м году, в 21-м году уже, когда травят его вовсю, футуристы травят туристов. В декабре 19-го года статья Сосновского «В правде», «В правде руководящая», статья, как и сейчас, как это потом было, извините, в советское время, называется она «Довольно Маяковщины». В 20-м, 21-м идут бесконечные нападки на футуризм Маяковского, знают, что Ленин терпеть не может. И Маяковский пишет поэму четвертой, в другом названии, пятой интернационал, один и тот же текст, капут октябрю, октябрь не выгорел. Эта фраза. Или описывает Ленина так, Ленин в виде Вия, Ленин медленно поднимает вещеще, разгибается губ чугуны, это Ви, который казнит, это, заметил, роман и Капсон, и смыкается он с пролеткультом. Пролеткульт своего массового культа, значит, своего массовой агитации сродни футуризму, он технически безударен, пролеткульт. Он пытается привлечь в себе старых писателей, буржуазных ученых, быстро их из Польки выбрасывает, а с футуризмом у него сложный роман. Футуристы смыкаются с пролеткультами, но Ленин возненавидел пролеткульт и Троцкий тоже. Они боятся конкуренции, это та же власть советов, если тоже сопротивление на местах. В 20-м году начинается поход против пролеткультов, уже в конце 20-го громят ЦК пролеткульта, и сюда обязывают пролеткульты, все местные подчиняться наркомпросу и один пропор ЦК. Это разгром идет настоящий, идет война против Богданова, выходят брошюры, заказанные в ЦК брошюры. Вот одна из них у меня купила на днях, она даже не разрезана, кстати. Это Плеханов, ответ господину Богданову. Плеханов большевики не любят, он не любит большевиков, но по части Богданова приятно вспомнить идеологов пролеткульта. Выходит несколько этих брошюр, в 23-м Богданова арестовывают, тащат в кутузку, поскольку это не кровавый царский режим, то он жутко пугается, он всегда уходит из политики, мирно умрет, не будет трогать никого. И Троцкий пишет, нет и не может быть никакой пролетарской культуры. Пролетарская культура это только промежуток на пути к социализму. Потом у Таньянова появится хотя промежуток на сходную тему. Вот так сдвигается все, и Маяковский сдвинется от пролеткульта к партии. И станет с 22-го года он станет абсолютно лояльным партией. Если в 150 миллионов он писал про то, что про Ивана, там коллективное тело Ивана, это пролеткультовский образ, Россия как суммарный богатырь, суммарный герой, он говорит, что о том, что сынарком был частицей мозга его. Не более того, не опередить декретом вскачь его. Сердце же было так его громоздко, что лишь Ленин мог его раскачивать. Не более того, это всего лишь прикладная фигура. В сынарком его частица мозга, не опередить декретом вскачь его. Сердце же было так его громоздко, что лишь Ленин мог его раскачивать. В 1921 году он пишет скворение по неподобострастной Владимир Ильич, где Ленин объявлен мозгом партии, мозгом класса. Ноги без мозга вздорны, без мозга рукам нет дела, металась во все стороны мира безголовое тело. Мозг появился, слава тебе, Господи. И вот итог. Ноги знают, чьими трупами им идти. Руки знают, кого им крыть смертельным дождем. Сохранение Вадимир Ильич. 21 год. Так происходит смыкание с большевизмом. Так происходит новая культура надвигается. И вкратце на прощание несколько слов о том, какие люди приходят к культуре. Культуре к власти не беспрецедентной в истории русской поэзии люди. Люди, которые приходят на казни и Сенин говорит, хочу видеть расстрел, я вам через Блюмкин обгновенно устрою. Потом он отшатнется от всего этого. Есть в Москве в Арсеновский переулок, здесь в центре. Там был клуб КГБ, до этого клуб МГБ, до этого клуб НКГБ, НКВД, ГПУ, ЧК и вообще всех тех, память всех тех номинований, которые любила себя душистой организацией называть. Не знаю, есть там сейчас клуб ФСБ, но в подвале этого клуба был расстрельный Завдск, это замытир. Туда водили писатели посмотреть на расстрелы близких, вроде Павленко, скажем там, преданных. И Демиан Бедный посещал. Бабель, говорят, бывал там. Вот так новая культура, новый писатель, новая личность. Демиан Бедный выступает перед красноармейцами, отвечает, рассказ на себе. Говорит, а моя мать, товарищи, была, блядь. Выступление Земиана Бедного. Новый поэт. Таких поэтов не было еще в России с такой откровенностью. То есть вербуются стукачи сплошь. Они сами идут стукачи, писатели. Дзнейдерайх, Мерхольд, не только писатели. Несомненно работают тогда на ГБ. Брики. Не просто стукачи, просто официальные агенты. Правда, Брику увольняют за трусость из оперативного отдела органов. Маяковский дружит с Аграновым. Человеком, который расстрелявшийся от одного человека, который приводит Аганцевская девушка, среди которых был и был и Гумилев. Это новый тип отношений, это новые личности, это Гайдар со шкуркой, и, в общем-то, это все иное. Маяковский в 22-м году становится большевиком и напишет стихи про новое советское право. Их молодая встретила Арава, и браунингом в провал рухнула римское право и какие-то еще права. Так наступает новая счастливая жизнь, и, в общем-то, с ним его прецедентом закончат статы из Багрицкого, довольно известный, более поздний, но вполне отражающий эти сентименты, эту реальность о врагах. Их нежные кости сосала грязь, над ними захлопывались рвы, и подпись на приговоре вилась струей из прострельной головы. У мать революция нелегка, трехгранная откровенность штыка. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ — Вот микрофон готов. Вопросы? — Здравствуйте. Я бы хотел вас спросить по поводу, не знаю, знакома ли вам такая трактовка революционных событий, вообще события с 1918 по 1933 год, как борьбы и войны между крестьянством и, соответственно, рабочими. Я вот неоднократно читал такую точку зрения. И вот в этой связи как складывались отношения между поэтами-футуристами, поющими, так скажем, именно рабочий класс, поющими машины, и поэтами-крестьянскими, теми самыми, о которых вы упоминали несколько лекций тому назад. То есть, насколько я понимаю, для крестьянских поэтов как раз-таки намного больнее было осознание поражения октября, ну, в том смысле, в котором они это поражение ощущали. — Это очень сложный вопрос, поскольку он не предполагает однозначный ответ. История крестьянства претерпевает ряд болезненных и сложных метаморфозов в Советской России. То есть, у нас нет, по сути, единой истории крестьянства. Есть ранний период, когда с лозунгом «обогащайтесь», когда в портбюро не избирают бедного крестьянина. Как ты можешь руководить другими, если ты сам свое хозяйство не наладил? Потом борьба с кувачьем, до этого камбеды и прочее все. Есть сельская беднота, там сложная картина. Я знаю эту теорию, на мой взгляд, на крайне уязвима. И рабочие, так чашные крестьяне. Надо забывать, что такое рабочие 20-е годы, те, кого нагнали вместо рабочих выбывших. Рабочих науськивать постоянно и натравливать на крестьян, это есть. Иногда заигрывать с крестьянами. Даже Маяковский иногда проявляет строптивость. Лицом к деревне задание дано. Загусли поэты, други. Поймите же, лицо у меня одно, но лицо, а не флюгер. То есть, пытаются, есть флирт с крестьянством. 1933 год, что-то другая картина, вообще начиная с коллективизации. Собственно, с 1928 года, со знаменитого сибирско-уральского эксперимента Сталина, опыта по выкачиванию зерна из крестьян чудовищного, тогда начинается натравливание. И то многие рабочие против. Рабочие – это забитая каста. Поразительная история. Если октябрь дает невероятный толчок для расцвета рабочего движения на Западе, надо признать это, что после октября положение рабочих в Англии и Дагестанах улучшается. Они стимулированы борьбой и, уступая им, идут на многие реформы. Профсоюзное движение креплено. Только в Советском Союзе рабочие становятся рабами. Профсоюзное движение гибнет, и рабочие становится фикцией. Никакой рабочей власти нет. Ничего. Где рабочее самоуправление? Водится день в начале и все прочее. Я не думаю, что рабочие хоть какую-то самостоятельную власть играли роль. Поэтому 16 октября 1941 года, во время знаменитой московской паники, рабочие выходят на шоссе и ищут коммунистов, чтобы убить их, издать немцев. Именно поэтому среди рабочих массовое настроение проженчества. Это не просто так. Это все в огромной степени иллюзия была. Я думаю, что это фикция. Пытаются найти социальные силы, на которые опирается сталинизм и советская власть в этой эволюции своей. Социальные силы другие были. Это люди, ушедшие из рабочих начальства любые. В 1924 году объявляется ленинский призыв в партию. 200 тысяч карьеристов рвутся в партию, лязгая зубами, чтобы занять места старших товарищей. Это и есть каста. Рабочие ни при чем. Почитайте, настоящий рабочий писал Зоченко. Где там ненависть к крестьянам? Крестьянин у него сосед. У него Шурин деревня, крестьянин. Бабка-крестьянка. Там нет-то ненависти. На травлю он идет. Но путиловских рабочих посылают, в далекие деревни. Поэтому очень интересно, что рабочих посылают 25-ти тысячников. Всегда на коллективизацию в самые дальние губернии, а не близкие. Чтобы не узнали своих. Картина пестрее. Я не уверен, что она имеет какой-то смысл данного случая. Спасибо. Я про памятник Иуде в Свиярске. Дело в том, что это, в общем, с ним очень мутная история. И, скорее всего, что его не было как такового. Это, скорее, как с такой рецидив антисемитской пропаганды времен Гражданской войны. Потому что, тем более, памятник. У нас же мы знаем, как большевики ставили памятники. Это четко определенный список деятелей. Они не берутся ниоткуда. Кроме того, памятник надо сваять. Нужен скульптор. Нужен как-то это сделать. Надо это тащить с собой на фронт. Там свияж. Там ситуация тоже непонятна. То он красный, то он не красный. То есть, какая-то очень мутная ситуация. Я согласен с тобой. И я подозреваю, что это все-таки история гораздо сложнее. Я понимаю, что там очень ложится хорошо в эту мифологию. Но просто факт существования его как памятника реального, он такой неоднозначный. Спасибо. Есть несколько упоминаний об этом памятнике. В частности, у Дзенекина. Есть и в других документах. Фотография памятника Дзенека согласен с этим. Но учите, что была так называемая временная монументальная пропаганда. В 18-м году Ленин сказал, что поскольку наши невозможности сочтены, надо срочно оставить себе память, увековечить. Отсюда рассвет маразматической скульптуры советской. Да, но есть в городах, в которых она только в больших городах. Не уверен, что только в больших. Вообще распоряжение было всюду. Не знаю. Что купил, что и продаю. Легенда о памятнике была там в Иуде. Свияжка именно. Причем свияжка пинается в нескольких свидетельцах. Не знаю. Может быть, вы правы. Возможно, что это часть мифологии. Там вылезла могила латыши. Убитого как раз примерно перед приездом Троцкого с очень похожей фамилией, созвучной со словом Иуда. Ну, может быть, его увековечили. Видимо, его торжественные похороны, в общем, и были приняты очевидцами. Может быть, да. Тем более, по-моему, очевидцам, у них не очень было хорошо с русским языком. Вы знаете, что я вам скажу? Возможно, это действительно, как говорили в 18-м веке, пустая мифа. Но есть интересные другие факторы. Скажем, канонизация Каина, часто в советской культуре. Авелем, зовите нас, или Каином. Разница какая нам? Это Маяковский. У Есенина воспевание Каина пойдет и так далее. Каин состоится культовой фигурой достаточно четкой. Это богоборец. Ну, это традиция от Байерна и прочее идет. Не знаю. Я только читаю. Я о памятнике этого не видел. Говорили, что в одном из документов сказано «Уродливые памятники Иуде». Все, что я знаю. Возможно, у Иуде хороший памятник, по-моему, поставить как-то неудобно. Даже большевика. Не знаю. Вот то, что я слышал. Я, разумеется, фотографии этого не видел. О памятни читал. Еще, может быть, какие-то вопросы? Нет? Ну, раз нет, тогда спасибо огромное.